Здравствуйте! А в наших передачах, как правило, мы говорим о том, каким должен быть бизнес, чтобы считаться устойчивым, какие это открывает перед ним возможности, новые горизонты. Сегодня же мы поговорим о том, с какими рисками и вызовами сталкивается бизнес, который отказывается идти по пути устойчивого развития. В студии я, автор и ведущая программы Лия Байрамова и наш сегодняшний гость. Предприниматель, директор компании Тогас Азербайджан Шамиль Мурадов. Здравствуйте, Шамиль. Здравствуйте, Лехан. Спасибо большое, что пришли. И начнем с моего стандартного вопроса, но до этого я хотела бы вас представить. У вас большой опыт работы в открытии, в ведении, в развитии бизнеса в России, в Азербайджане, во многих странах СНГ, на Ближнем Востоке. И вы видели как взлеты, так и падение крупных компаний, потому что много лет, это известно, вы работали с бизнесменами и управленцами, хорошо известными во всем мире. Поэтому свой вопрос стандартный я задам несколько иначе. У гостей обычно спрашиваю, что для вас устойчивость. Так. У вас я начну, в нашей передаче начну с вопроса, что для вас неустойчивость. Ох, не готов был к такому вопросу, конечно. Я, разумеется, готовился к нашему с вами интервью, и я многое прочитал про устойчивость в том его классическом понимании, что сейчас современные тренды нам диктуют. Поэтому, наверное, чтобы объяснить, что такое неустойчивость в моем понимании, надо сначала все-таки так для себя повторить то, что я считаю устойчивостью. Но сегодня вся устойчивость, которую связывают с рынками, особенно это касается западных рынков, наверное, связывают с вопросами толерантности, с вопросами восприятия равенства полов, равенства возможностей, равенства между различными возрастами. То есть это, в принципе, то, что касается человечности, и там вопросов, наверное, именно в первую очередь равноправия, вопросов равноправия. Но есть еще, конечно же, вопросы экологии, вопросы передачи нашим детям здоровой планеты, есть вопросы прочие там взаимоотношения, наверное, межконфессиональных вопросов. Ну, множество гуманитарных вопросов, которые тем или иным способом влияют на бизнес, вливаются в него и, в принципе, вызывают либо устойчивую, либо неустойчивую модель бизнеса. Конечно же, для меня устойчивость – это абсолютно физическое понятие, да, то есть, наверное, это можно сравнить с табуреткой, стоящей на одной, двух, пяти или двадцати ножках. Там, чем больше ног, тем больше опор у любого предмета, и в том числе у бизнеса, тем он больше будет чувствовать себя устойчиво. Это может быть связано не только с теми вопросами, которые мы сейчас вначале обозначили, это может быть связано еще с такими вопросами, как просто экономическая модель бизнеса, она может быть совершенно неустойчивая и не выдерживать никаких временных, например, рамок, да, то есть в течение времени рассыпаться просто потому, что становится неактуальной или неадаптивной к текущим вызовам, да. И, наверное, неустойчивость для меня – это любая абсолютно, любые факторы, которые приводят к краху бизнеса, к его деградации, ну, конечно, разорение действительно в банкротству, к краху, уничтожению, смерти. Самая частая причина краха бизнеса, с которой вы сталкивались, она должна быть, я думаю, как говорил классик, все счастливые семьи счастливы одинаково, они счастливы по-своему, да, то есть это общая причина, по которой бизнес разваливается, какая-то основная? Ну, вы знаете, наверное, тут, наверное, есть много подходов, как это можно оценивать, для меня, наверняка, я никогда для себя не систематизировал, почему те или иные бизнесы разваливаются. Скорее всего, помимо всех объективных причин, там, действительно, неустойчивые модели, возможности неправильного планирования. Во-первых, давайте так, давайте начнем с того, что бизнесы бывают на начальной стадии, на своем пиковом состоянии, на каком-то уже таком ровном, устойчивом, динамичном продвижении, и, наверное, на исходе своей бизнес-идеи такие тоже существуют. Например, мы недавно наблюдали смену розничных продаж в оффлайне, переходом полностью, ну, не в полностью, а в большей степени в онлайн, его бум во время пандемии, там, с бешенными показателями, и сейчас, например, мы видим опять некий отток, например, в Европе от онлайна к оффлайну, возврат к традиционной системе продаж. Конечно, предугадать это, наверное, кто-то может сказать, что я это предугадывал, у меня есть какие-то планы, я вот действительно им соответствовал. Скорее всего, мы часто сталкиваемся с какими-то, как по Толебу, с черными лебедями, которых мы никогда не встречали, там, предсказать пандемию, при том, что мы все смотрели миллион фильмов про пандемию до того, как она произошла, предсказать ее было невозможно. Но, столкнувшись, мы действительно получили вызовы, которые какие-то бизнесы разорили, какие-то бизнесы развили, какие-то бизнесы создали, какие-то бизнесы закрыли. То есть, к сожалению или к счастью, это, на самом деле, реально обычная жизнь, в которой все имеет место. Теперь, вот, в действительности устойчивость в этом случае стала бы подспорьем для любой компании, таким хорошей поддержкой, такой, я не знаю, консолью, которая удерживала бы на плаву, там, даже в таком турбулентном состоянии, как кризисы, как, я не знаю, войны, там, или те же самые пандемии, да, то есть бизнес все равно устойчивый, может сохранить себя. Это было уже продемонстрировано большим количеством бизнесов, да, многие воспринимали это как шанс и с устойчивой моделью. Вы знаете, с чем я столкнулся, например, в пандемию? Это касательно как раз вопроса устойчивости. Компании в пандемию, закрыв свою операционную деятельность, в ритейле, я сейчас буду говорить про ритейл, потому что я, действительно, специалист в ритейле, в торговле больше, чем в других областях. Мы столкнулись с тем, что компании в ритейле стали перед вызовом, у них закрытые объекты, по которым существует арендная плата, да, уменьшенная, где-то дисконтированная, но она существует. Существует большое количество людей в штат, которые надо выплачивать. И там в этот момент надо принимать решение, либо идти по пути сокращения и дискриминации своих сотрудников, либо по полной поддержке. И люди, которые принимали решение по дискриминации, то есть по сокращению штатов, увольнению, сокращению персонала, уже через 3-4 месяца после выхода из пандемии столкнулись со страшным кадровым голодом. Что привело их не к выполнению своих же собственных, даже не обязательств, а планов, планов по выручке, то есть не было того количества квалифицированного подготовленного персонала, который сможет, выйдя из кризисной черты, дать резкий большой виток вверх. Вот вы опередили мой вопрос, что первично, финансовая стабильность компании или все-таки лояльность персонала, который в случае даже финансовой турбулентности готов работать, потому что он уверен компании? Или это все-таки миф лояльность персонала на таком уровне? Ольга Ханом, вы ставите передо мной вопросы космического масштаба и не имеющие однозначных ответов. Для любой компании нахождение баланса это как раз тот вопрос устойчивости, о котором мы говорим. Если он не будет найден, я в любом случае считаю, что лояльный персонал это очень важная составляющая бизнеса. Но если вы лояльному персоналу на каком-то длительном этапе не сможете обеспечить их правильную, хорошую жизнь, вы потеряете их лояльность. То есть тут надо занять такую позицию, что, конечно же, надо все время занимать эти 80% центральной середины, которые дадут. То есть фактически, наверное, все в теории очень просто. Надо пытаться балансировать между всех огней и занимать центральные позиции, потому что центральная позиция всегда беспроигрышная. Ну вот я думаю, что конкретно, если касаться персонала, конечно же, в первую очередь персонал должен, мы все должны сделать, чтобы получить их лояльность. Я всегда негативно относился к бизнесам, где персонал используется как инструмент. В современном мире мы окружены свободными людьми, с большой конкурентной средой, и сегодня твоя компания не является той манной небесной, которая привлекает к тебе специалистов. Если ты не создашь дополнительные правильные условия для своего персонала, ты получишь не того уровня людей, а зачастую, я это находил на каждом этапе, от людей в полях, линейного персонала до топ-менеджеров. Зачастую правильное и неправильное решение человека на каждом этапе иногда экономит или зарабатывает компании деньги в разы больше, чем зарплаты, доходы того человека, который принял это решение. То есть, будучи генеральным директором или исполнительным директором какой-то компании, я принимаю решение в один день, в одну минуту могу принять решение, которое обеспечит мой доход, то есть, мои расходы на меня компании на следующие три года. Да, и если вместо меня окажется менее квалифицированный сотрудник в этой ситуации, то решение будет, это не принято, и вроде бы, да, ему заплатили меньше, у него условия хуже, да, но компания недополучила огромные прибыли. Но тогда мы коснемся еще одной стороны устойчивости, когда владельцы бизнеса находят все силы и доверяют принятым решениям своих управленцев или линейных работников, но это случается крайне редко же. Лехан, вы знаете, тут вы очень интересный вопрос затронули, я вам хочу рассказать о примерах, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что на самом деле мы в сегодняшнем состоянии бизнеса, например, если сравнивать, допустим, рынки бывшего СССР и США, мы понимаем, что на сегодняшний день рынки США во многих вопросах являлись для нас бенчмарками, такими очень важными стратегическими рынками, на которые мы равнялись, и мы понимаем, что на определенных этапах рынок США обходил рынок бывшего СССР по развитию, по своему состоянию на лет 10-20, то есть он был впереди, и то, что проходили в США, например, там 80-е годы, мы проходили в 2000-е, то, что они в 2000-е, мы в 2020-е и так далее, и так далее. В США в свое время произошла очень серьезная ломка, это было после Великой депрессии, когда компании, все компании были тогда организованы частными предпринимателями, Рокфеллером, Фордом, там, другими людьми, которые были фактически монобрендами, являлись монокартинкой своей компании, вот лицом бренда своей компании являлся сам ее генеральный директор и его учредитель. Через какое-то время, в условиях серьезной конкуренции, все американские компании ушли от модели единоотличного принятия решения к модели бордов, к модели управляющих комитетов, и который фактически упразднил функции вот этого ключевого игрока, тот же Форд стал там с Джон Сток Венчур, они стали большим акционерным предприятием, где есть совет директоров, принимающий стратегические решения. Мы понимаем, что те вещи, когда, в которых до сих пор существует, вот, да, в любом случае роль личности в истории никто не отменил, до сих пор существуют Джобсы, Маски, Гейтсы и прочие товарищи, которые двигают бизнес вперед, но сейчас они опираются не на свою, как в свое время, в начале века, Рокфеллера в поле и видение результата, а еще на целую структурную команду, которая подхватывает их идеи, доводит до ума, она значительно лучше, чем те самые визионеры, люди, которые визуально придумали эту идею и решили ее реализовывать. И вот именно за счет работы этих механизмов эти компании сохраняют такую действительно, ну, наверное, просто, если сравнить какую-нибудь Теслу или, я не знаю, или там тот же Microsoft, это просто сумасшедшие компании, постоянно повышающие свою стоимость, постоянно повышающие свою прибыль и действительно имеющие, ну, довольно-таки серьезную устойчивую модель в моем представлении о мире, хотя многие из нас считают, что они торгуют воздухом и, де-факто, сложно потрогать иногда даже их продукт, да, и кажется, что какой-нибудь Facebook или там другие социальные сети – это абсолютный опиум для народа, но, тем не менее, они на протяжении уже ни одного, ни двух, а десятилетий показывают устойчивый рост и котируются, как их акции котируются, торгуются на биржах, и большинство людей мечтают иметь контракт с этими компаниями, быть причастными к ним. Развиваться совместно. Но все еще раз, мы видим первые лица, но мы должны понимать, что под ними существенные, сильные, стратегические команды, которые каждый развивает свое направление, и успех каждого направления может стать фантастическим успехом для всей компании. И если собственник или генеральный директор начнет подменять понятия и лезть в микроменеджмент и залезать на уровень… А это, кстати, очень часто встречается. Это для стран СНГ, это такая норма, такая практика, от которой очень сложно… Я понимаю, от этого очень сложно избавиться. Я себя ставлю на место любого человека, вам… Я думаю, мы с вами не исключение, мы всегда… Нам кажется, что мы знаем лучше окружающих, что нужно сейчас. И вот сохранение вот этой критической критики по отношению к свой адрес, принятие этой критики в какой-то мере, обработка ее, вовлечение как можно большего количества людей в принятие этого решения. Это не только… Кстати, это работает не только как хорошее в итоге устойчивое решение, это работает еще как и развитие твоих же людей, которые внизу завтра… Вы все равно дойдете до какого-то момента, когда вам не захочется принимать то или иное решение. Ввиду семейных вопросов, здоровья, возможно, отдых, накопленные усталости. Я сталкивался с тем, что вот есть большие компании России. Я не хочу просто переходить на личности и рассказывать там… Ну вот я встречался с большим, очень владельцем огромной, наверное, крупнейшей российской сети перед его продажей. Я думаю, вы поняли о ком речь. Он перед продажей произвел на меня удручающее впечатление. Он был смертельно устал, уставшим человеком, чувствующий ответственность за те там десятки, сотни тысяч своих сотрудников, которые на него работают. Он, может быть, уже давно бы бросил, занялся бы каким-нибудь футболом, какими-нибудь футбольной командой. Но у него даже не было людей, не было того ресурса, кому можно было бы передать, доверить, делать всей своей жизни, чтобы оно не то что не пострадало от этой передачи, а сохранило бы там тренд вверх и развитие. Ну, как ни парадоксально, мы в процессе развития бизнеса об этом редко думаем. Мы задумываемся об этом только, когда сталкиваемся с этой проблемой. Но ведь вопрос во многих случаях, когда вот такое тоталитарное управление внутри компании, вопрос, мне кажется, в страхе неуверенных в себе бизнесменов, которые боятся, что вырастив персонал намного, или, скажем так, менеджерский состав, который будет сильнее, может, умнее, может, смелее, моложе, будет знать о трендах, они таким образом растят себе, скажем так, конкурентов в бизнесе. Это я говорю не про владельцев, я говорю про нанятых менеджеров. Ну, смотрите, конечно, стоит разделить владельца и нанятого менеджера, но я... Ну, давайте будем, и Форд тоже опасался Якоку в свое время, в принципе. Да. Хотя он был и владельцем. То есть, если опять проводить, возвращаться к вопросу про бизнес в Америке. Для начала, если смотреть на американский бизнес, большие корпорации чаще всего разваливаются не от того, что кто-то внутри компании узнал, как зарабатываются эти деньги, открыл конкурирующую компанию, и эта компания в итоге обошла. Это редкие кейсы. Чаще, более частая ситуация, когда существует бизнес, этот бизнес весьма устойчивый, он замечательный, он там большой, он гигантский, и вдруг появляется другая отрасль. Ну, мы сейчас с вами говорили о оффлайн-онлайн-продажах. Там продажи гипермаркетов Америки, если возьмем там какой-нибудь Walmart. Walmart самый большой мировой ритейлер. У него самые большие рекордные обороты в мире. Сегодня он по сравнению с компанией Amazon – карлик. Я года три назад, до пандемии, побывал в Нью-Йорке и встречался с директором по развитию компании Walmart. Я спрашивал, почему вы не предпринимаете усилия для того, чтобы выйти в онлайн и там не составить конкуренцию. У вас такое большое количество гипермаркетов в США, распределительных центров, логистики и так далее. Он сказал, дружище, мы не можем этого сделать. Amazon обошел нас уже на несколько десятков лет. Мы не можем найти тех денег, тех ресурсов, тех специалистов, которые придут работать в Walmart и начнут конкурировать. Поэтому у Walmart продажи в интернете не больше 5% их валу продаж. Но то же самое я могу провести пример с печатными изданиями в свое время. Те газеты и журналы, которые не заняли нишу в онлайн, они просто сошли на нет. Но то же самое, надо быть всегда в тренде, надо бежать, но как? Надо бежать впереди паровоза буквально, чтобы успеть. Вопрос есть даже не сколько в как, а сколько какие инструменты. Я хочу сейчас подведу вопрос к вопросу, я хотела бы с вами поговорить о бигдате. Какие инструменты помогают? И на самом деле, насколько важно использовать так называемую бигдата в планировании этого устойчивого бизнеса? Я, наверное, очень рациональный человек, потому что я любил математику, физику, точные науки. И в первый раз испугался я чего-то по-серьезному, когда я начал изучать большие цифры, большие значения, близкие к бесконечности. Такие цифры, как Google, как Google Plex, то есть это цифры, которые невозможно сосчитать и не хватит никакого времени, чтобы просто досчитать до этого числа. Ни человеческой жизни, ни жизни даже многих планет не хватит, чтобы досчитать до этого числа. Когда ты сталкиваешься с такими объемами информации, да, де-факто цифры это тоже информация, просто в виде какого-то обычного исчисления кода. Бигдата для меня некий аналог подобной не считываемой информации. Я, с одной стороны, понимаю, что да, вот есть способы сбора данных с различных элементов, контактов с разными людьми, клиентами, ключевыми кастомерами какой-то платформы. Ты собираешь информацию о людях, собираешь ее, агрегируешь, и это получается огромный массив данных. После этого мы говорим, что мы можем сформировать к этим массивам те или иные запросы, которые дадут нам ответы на вопросы, что мы можем структурировать вот эту всю кучу людей по интересующим нам запросам. Мы можем сказать, кто из этих людей курит, кто из этих людей там любит поесть после семи. Кто отоваривается онлайн, кто офлайн. Нет, ну, допустим, отоваривается онлайн и офлайн, это очень простая структура. Хотя, я согласен, тоже, то есть нужно в момент того, что когда бигдата собрана и есть вот некий массив значений, выборка из нее становится для нас уже конечным итогом. Мы зачастую не имеем доступа к этим значениям. Им обладают какие-то большие корпорации а-ля Google, Яндекс, там, я не знаю, Амазон. Которые могут ее использовать в своих интересах. Могут. Но теперь давайте предположим, кстати, вы хорошая вещь сказали. Вы знаете, я всегда думал о навигаторах, о системе навигации в больших городах. Ты сидишь, едешь куда-то, и ты знаешь, что сегодня в городе серьезные пробки под 10 баллов. Ты проложил маршрут, и он тебе показывает маршрут. Насколько вы уверены, что маршрут, который он вам показывает, это не всего лишь не тот маршрут, который требуется, чтобы разгрузить, реальные артерии города. То есть, я уверен, что большие компании уже работают с государственными городскими службами. А даже если не работают, то должны быть. Вообще, это была бы хорошая идея, даже если ее нет. Но мне почему-то все время задумываюсь, вот когда мне дают серьезный объезд, или там, мне кажется, что я могу там проскочить, и там вроде хорошо с пробками. Но моя карта уверяет, что там серьезный затор. И я, разумеется, как человек, который хочет быть вовремя где-то на какой-то встрече, буду использовать именно навигатор, а не поеду, по собственным ощущениям. Но у меня есть сегодня такое ощущение, что, возможно, меня послали туда, чтобы разгрузить вот эту магистраль, чтобы там было меньше заторов, да и меньше этих де-факто. Вот к Бигдате, запросы к Бигдате, они вот мне тоже, кажется, иногда похожи на это. Я прихожу как клиент, говорю, друзья, мне нужен вот такой портрет потребителя. Мы делаем какую-то интересную выборку и посылаем ей рекламное сообщение. После этого, послав там, не знаю, миллион обращений, ко мне вернулось, например, 10 тысяч клиентов. И я говорю, видите, как я качественно провел работу. А может быть, я взял бы абсолютно рандомную, неподготовленную выборку и послал бы миллион сообщений просто вот с самым разным клиентом. Может быть, их было бы не 10 тысяч, а 12. И мы этого никогда с вами не проверим. Я знаю, что, да, возможно, кто-то проверял и скажет, что нет, Шамиль, ты сейчас... Ну, де-факто, очень часто нам приходится доверяться маркетологам, доверяться социологам на уровне того, что просто как к врачу. Мы приходим к врачу, мы говорим, у нас болит здесь, мы совершенно не знаем, почему у нас это болит. И человек говорит, у вас не хватает в организме кальция, магния, или вам нужно там сделать массаж. Что из этого действительно поможет? А может, у нас это пройдет само собой, но де-факто мы все равно должны иметь какую-то степень доверия. И до конца вот инструмент бигдаты, он мне понятен только теоретически. Зачастую мы сталкивались же со случаями, это тот же американский рынок. На самом деле, вот почему я все время обращаюсь к американскому рынку, потому что американский рынок во всех своих направлениях проходил уже те болезни, которые мы будем проходить сегодня. И если мы посмотрим, что в Штатах были вопросы к Гуглу, когда была заказана рекламная кампания, когда была заказана выборка, что она была некачественно отработана, и ее репрезентативность после выборки была абсолютно рандомна, абсолютно случайно подобранная выборкой. Они действительно посылали людям сообщение. Сколько раз мы видим одно и то же рекламное сообщение, которое вы, как потребитель, вы часто пользуетесь Инстаграмом, другими соцсетями. Есть сообщение в Ютубе, которое меня преследует. Просто преследует, я не могу, пока я не сделаю, что уже избавьте меня от этого спама, то есть я буду слушать одно и то же сообщение. Но я же, как потребитель, уже получил его и получил уже несколько раз. А каждый показ для вендора, который заказал эту услугу, будет стоить денег. Ну, мы с вами уже до передачи обсуждали известную книгу Дарина Хаффа «Как лгать при помощи статистики». То есть любые статистические данные можно взять и использовать, я имею в виду в бизнесе, когда ты продаешь товар, либо когда ты покупаешь, с выгодой для себя. В принципе, и крупные международные корпорации этим, как правило, пользуются. Ну, известный пример, который приводит автор в этой книге, это про историю с полимелитом в начале 50-х годов в Америке, да, с детским. Когда забили тревогу врачи, что там вспышка полимелита, это пандемия, а на самом деле просто детей родилось в два раза больше. То есть тот же самый процент был. А статисты, скажем, и фармацевтические компании и так далее представляли это как вспышку. Соответственно, ну, это же то же самое бизнес. В принципе, история социальная, но это же на самом деле бизнес. В нем были заинтересованы какие-то бизнес-структуры, естественно. То же самое в случае с правильным и неправильным использованием бигдата. Имеет ли смысл, может быть, какие-то ограничительные документы законодательные вводить? Или это все равно будет пальцем в небо, и никто не будет знать толком, как это используется? Леханум, я сейчас, наверное, отвечу словами любого бизнесмена, который против любых ограничений любого бизнеса в любом направлении. Потому что лучше ничего не организовывает бизнес, чем свободная конкуренция, свободный рынок. Если на сегодняшний день компания, обращаясь к бигдате, не будет получать того результата, ради которого они платят эти деньги, бигдата не дешевое удовольствие. Мы прекрасно знаем, что все запросы к серьезным, хорошим, правильным исследованиям стоят серьезных денег. Потому что те компании, которые продают их, они монетизируют очень хороший, большой ресурс. Поэтому я бы оставил это свободному рынку. Поэтому если, например, я как коммерсант, я никогда не иду одним путем. Я пытаюсь его диверсифицировать. Что-то отдам, какой-то бюджет рекламный отправлю на бигдату, какой-то бюджет отправлю на традиционные какие-то каналы продвижения, более простые, понятные. А дальше сбор информации с полей о конечном происхождении того или иного клиента, у меня уже конкретно непосредственно в наших магазинах, в наших офисах продаж, дадут нам больше информации, через какой канал это пришло. Если бигдата покажет свою эффективность в этом вопросе, то я думаю, что мы легко сможем оценить, сколько это должно стоить. В свое время реклама на телевидении, там очень много вопросов в современном мире, учетом развитой рекламы в интернете, насколько эффективна реклама на телевидении. Я всегда говорил, конечно же, она до сих пор очень эффективна. Но пик ее пришелся на поле чудес в начале. Ну, тогда не было альтернатив. Сейчас появлением альтернатив, и что можно сделать целевую выборку, но все равно существуют бренды, которые должны стрелять на широкую аудиторию. Это масс-маркетовские бренды, у которых очень широкий канал потребления. То есть почти любой человек должен получить, и до сих пор люди смотрят телевизоры, до сих пор. Зачастую контакт телевизионный за один контакт стоит дешевле, чем, разумеется, целевой контакт в том же Инстаграме. Какому-то бренду, которому нужно действительно подбирать свою аудиторию, там вот в моем сегодняшнем бизнесе, я выбираю свою аудиторию, потому что у нас люксовый интересный продукт, и мы ищем узкую прослойку людей, которым действительно будет интересно наше предложение. А есть там какие-нибудь, какая-нибудь вода, какой-нибудь, я не знаю, продукты питания, какие-нибудь абсолютно услуги. Да, это новый магазин. Конечно, зачем его занижать и идти туда в интернет? Там, конечно же, выдавая рекламу по телевидению, вы получаете максимальное покрытие. Поэтому тут, я думаю, любой коммерсант, вот без всякого моего научения, спокойно справится с оценкой эффективности рекламной кампании. Это базовая вещь, чем учит любого специалиста по маркетингу на первом курсе, любого института. Поэтому тут, я не думаю, что надо вводить прямо в какое-то серьезное государственное регулирование этого вопроса. Я вообще считаю, что государству, мне кажется, лучше всегда создавать возможности, а все ненужное отомрет естественным эволюционным способом. И это будет, мне кажется, наиболее, действительно, наиболее экологично. То есть мы это уже много раз проходили. Многие каналы рекламы рождались, пропадали. Телемагазины, например. Но они до сих пор есть. У них сейчас появился второй бум после пандемии, после зоны они опять начали развести. Китай сейчас вообще продает почти все со стриминга. У них там бешеный бум стриминга. Кстати, вот почему-то на разных рынках появляются разные абсолютно модели, которые где-то что-то работает на одном рынке замечательно, что-то на другом рынке. Вот мы сколько раз пытались привести стриминговые сервисы, когда стоит блогер и онлайн продает что-то. В Китае могут за час продать 30-50 тысяч предметов за 10 минут какую-нибудь майку какого-то баскетболиста. Но там и людей больше, просто там и зрителей больше. Тут тоже сравнивать эти цифры. Это понятно, но если бы мы сравнивали бы цифры просто, то есть мы не всегда сравним цифры, мы иногда сравним проценты. То есть если, например, у вас сегодня через стриминг Китая продается 30% вашего товара, то по идее, по логике вещей можно предположить, что мы откроем такой же стриминг в Азербайджане и 30% покупателей будут покупать через стриминг. Не будут. К сожалению, нет такой культуры потребления. Вы помните, что iPad до того, как его создал Стив Джобс, за лет пять до этого Билл Гейбс из-за того практически один в один точно такое же устройство, которое не получило никакого развития. Практически такой же iPad просто под брендом Microsoft. Всему есть свое время, есть люди, способные или не способные к каким-то совершениям. Есть конъюнктура. Есть и готовность покупателя. Точно, совершенно. Развитие самого покупателя. То есть, если речь идет о его потребностях, об уровне его образования, о ширине его кругозора, то есть, если говорить непосредственно о iPad, еще пять лет назад, десять лет назад, не было потенциальных, не доросли еще до этого потенциальные потребители. Согласен. Скажем, людям на пять лет старше это было неинтересно. Молодежь пришла, купила. То есть, он не был представлен вовремя и той самой аудитории, которой нужно. То есть, этому всему есть логическое объяснение. Я же хочу сейчас с вами затронуть еще одну тему, невыловажную, и причем, учитывая ваш опыт работы в разных странах, и, как я говорила, на Ближнем Востоке, в России, в странах СНГ, какой для вас идеальный профиль бизнеса, который будет процветать, и полная его противоположность? Бизнес, который в ближайшее время, ну, в принципе, прикажет долго жить. Ну, я не пророк. Я точно не смогу, заглянув в будущее, сказать, что я точно... Я не верю в футурологию как науку, поэтому мы можем столкнуться даже с парадоксальными вещами. Ну, опять же, Талеб. Да? Да. Ну, на самом деле, я думаю, что мы, обращая свой взгляд в будущее, мы можем только фантазировать, наверное, на какую-то тему, потому что будущее настолько непросчитываемое, то есть, ни один компьютер, даже в будущем, разработанный квантовый компьютер, я не думаю, что сможет просчитать хоть какие-то возможности. Слишком много факторов влияет на тот или иной результат. Я не удивлюсь, что какие-то токсичные компании вполне возможно будут быть вполне успешны в будущем, но мне не хотелось бы жить в таком мире. Если вы хотите там мое персональное мнение, я хотел бы, чтобы... Мой личный жизненный опыт подсказывает мне, во всем случае, я лично двигаюсь всегда от каких-то высококонкурентных, я имею в виду конкуренцию внутри компании, толкание локтями, пробивание головой стен и там раздвигание конкурентов и забеги по головам, я... В моей личной философии я двигаюсь к более спокойным и устойчивым моделям. Работаю с друзьями в дружеской атмосфере, в дружеском коллективе, в коллективе единомышленников. Я устал плыть против течения, доказывая многим людям там свою компетенцию или свое правильное убеждение. Я считаю, что вы знаете, мне кажется, с учетом уже моего такого более возрастного подхода, то есть, обращая свой взор на прожитые годы, к своей карьерной позиции, я бы, наверное, в чем-то был бы более, наверное, толерантен, если хотите, может быть, более мягок, более... Я бы убрал всю непримиримость из своих... Ну, молодость и свойства, наверное, радикализм и там максимализм во всем. Я сейчас вижу... Для себя я вижу будущее в компаниях, в бизнесах, которые построены по принципу дружбы, солидарности, какого-то единомышления, единого мышления, там, однозначно, то есть, единого взгляда на проблемы. А не утопия ли это? Все в этом мире утопия. Все действительно хорошие, сильные идеи, они всегда звучат, как полные утопии. Жизнь в обществе, там, аморальном обществе, конечно, кажется нам более естественной, что, ну, общество, оно вот должно катиться куда-то в тартарары, и вот люди, которые будут позиционировать себя, как-то, знаете, будут заниматься каким-то миссионерством и притягивать благие взгляды, будут казаться такими, знаете, городскими сумасшедшими. Но я точно не разделяю это мнение, и я думаю, что если каждый человек в своей семье, в своей компании, в своем бизнесе, в своих любых увлечениях будет придерживаться собственных правил, мы все интуитивно знаем, что такое хорошо и что такое плохо. И мы в этом, у нас, я думаю, нет даже у двухлетнего ребенка никаких сомнений, что вот это есть, можно, это нельзя, и так делать, ну, можно, так нельзя. Если мы будем придерживаться этих правил и не будем с собой кривить душой, то есть, там, стараться делать, чтобы ваш персонал был счастлив, чтобы ваши партнеры были, вами никогда не обмануты, не подведены. Могут быть страшные ситуации, но как вы себя ведете в этой ситуации, определяет, мне кажется, все. В конце концов, плоды любого бизнеса мы собой никуда не унесем. Они останутся на земле, а мы, может, будем двигаться в каком-то другом направлении. поэтому тут японской психологии, если пользоваться, путь, он важнее результата, путь важнее цели, да, то есть, и поэтому путь должен быть переполнен достоинством. И чем раньше люди к этому будут приходить, я пришел к этому, когда там 40, там кто-то, может, пришел бы к 20, и счастливый человек уже с 20 лет. Я не считаю, что вот бизнес с точки зрения зарабатывания денег, это конечная цель бизнеса, совершенно нет. Я думаю, что человеку приятнее находиться в процессе, потому что, в принципе, давайте предположим, что сейчас мне скажут, Шамиль, вот 60 лет, и ты занимаешь первую строчку в Forbes, но этих 20 лет не будет. Буду ли я счастлив в этом случае? Скорее всего, нет. Мне хочется пройти этот путь, к чему бы он меня не привел. И хотелось бы пройти его в хорошей компании, с хорошими мыслями и хорошими окружающими себя людьми. Вот это, наверное, та самая устойчивость, из которой не хотелось бы никогда вываливаться вне устойчивости. Спасибо вам большое за интересную беседу. Желаю вам найти этот баланс. Спасибо. Найти эту устойчивость. В студии был наш гость Шамиль Мурадов и я, автор и ведущая программы Илья Байрамова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова